Женщин называют слабым полом, однако некоторым каждый день приходится проявлять железную волю и мужскую стойкость. В преддверии весеннего праздника мы попытались выяснить, а кто такая женщина с сильным характером и чем она занимается. О совсем не слабых представительницах слабого пола наш репортаж. Такое увидишь не часто. Женщину с пистолетом в руках, а метко стреляющая женщина еще более редкое зрелище. Татьяна Перельман в полицию уже 21 год. С пистолетами и ружьями у нее особые отношения. Она делает их использование законным, выдает разрешение на оружие. И вот так каждый день. Только за дверями своего кабинета железная женщина-полицейский Перельман становится просто женщиной. Прихорашивается и кокетничает. Я не умею говорить, я вам еще раз говорю, я не люблю это. Здесь-то и выясняется, Татьяна на самом деле оружие боится. Причем любого. Если вы это покажете по телевизору. А такой выбор профессии поступок наперекор собственному страху. К оружию нельзя привыкнуть. Оружие это всегда страшно. Елене Самсоновой тоже бывает страшно, если каблук соскользнет с педали. Поэтому она ходит только на плоской подошве. Если я начинаю на каблуках ходить, у меня нога подворачивается. За рулем троллейбуса Елена 13 лет. По 8 часов в день с понедельника по пятницу. На первый круг она заходит в 7.36 утра. Ее не пугают ни пробки, ни большая баранка, ни с трудом выжимаемые педали. Я считаю, что у меня сильный характер. Если мы работаем за рулем, значит у нас сильный характер. Потому что надо выдерживать всякие напасти. Проверку штанг, правда, Елена напастью не считает. Это часть ее работы. Как и большинство женщин, она любит хорошо выглядеть, комплименты, внимание и весну. Это единственное, о чем Елена мечтает накануне 8 марта. Хочется раздеться, хочется ходить. Красиво еще что-то. А куртки не видишь? Красоту ту, которую ты хочешь. Сейчас, давай, что-то будешь гречку или макарону. Елена Чернова о весне не мечтает. Для мамы троих детей все времена года слились в одно. Подъем в 7, отбой полвторого ночи. По такому графику она живет давно. Если макароны, то полная сковорода. Если сосиски, то не меньше 20 штук. Одна не ест гречку, другой не любит кашу. А угодить нужно всем. Стою и думаю, как мне это все надоело. Как они уживаются в маленькой двушке – секрет. Все трое детей в одной комнате. Бои без правил – здесь привычное дело. Звали его Андрей. Познакомились во дворе, чисто случайно. Вначале просто вроде «привет, привет, привет, привет». А день, наверное, на пятый побежал, цветы накупил и начал кричать тут на весь двор. «Ну, выходи за меня замуж, я люблю тебя». Эта трогательная история о любви в жизни Елены продолжалась недолго. Когда младшей дочери Полине было два месяца, муж умер. И она осталась одна, с тремя детьми, без работы. Я ей газеты разносила, я ей полы мыла. Ничего страшного, работы никакой, собственно. Я и не боюсь, и не стесняюсь, потому что, ну, как бы деньги не пахнут. Ее богатство – сын и две дочки, которых она вырастила, несмотря ни на что. На зло судьбе. Тот самый случай, когда за образом слабой и невероятно женственной кроется невероятная сила. Олеся Жиганова, Сергей Гвоздев, Служба новостей.